И мы продолжаем наш автомарафон. Компания-партнер нашего проекта сегодня Volkswagen в Беларуси. И наш очередной гость это Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Движемся мы сегодня в темпе интенсивном. Мы хотим охватить как можно больше автомобильных вопросов. И вас попрошу оценить положение дел на автомобильном рынке в стране. С какими результатами приближаются автодилеры к концу 2012-го? В начале года вы говорили о том, что по вашим прогнозам должно быть 12 тысяч новых автомобилей разойтись по стране. Станут ли они реальностью? На самом деле год для нас был, как и все предыдущие, тоже нелегким. Он был сложным. Начало года было знаменовано очередными изменениями законодательства. Если вы все помните, наши машины все подорожали из-за отмены льготы по НДС. Все это, несомненно, сказалось на рынке. И первое полугодие для многих автоцентров, игроков автобизнеса было падением к планам, которые мы имели на этот год. Тем не менее, второе полугодие рынок стал восстанавливаться, как мы и предполагали. И на сегодня мы можем говорить о том, что в целом то падение, которое было в начале года, сегодня восстановило некий баланс. И мы планируем закончить этот год с объемами, равными приблизительно прошлому году. Рынок прошлого года по продажам составил, автодилеров было порядка 16 тысяч. Я думаю, что в этом году это будет около 20 тысяч. То есть вырастет рынок? Это продажи выросли, да. Сам же рынок регистраций с учетом ввоза физическими лицами в прошлом году был около 20 тысяч. И в этом году он тоже будет около 20 тысяч. Подождите, это получается, что сколько из этого количества новых автомобилей было продано? Это все про новые автомобили, я говорю. То есть это 20 тысяч? В этом году будет 20 тысяч новых автомобилей. Как же они все помещаются? Евгений Евгеньевич, получается странная ситуация. То есть получается, что теперь люди не покупают бывшие в употреблении автомобили, а постараются купить новые, да? Я думаю, что да, потому что ввоз поддержанной техники сократился в разы по официальной статистике. По-моему, в 5 или в 6 раз. Что-то около 40-45 тысяч автомобилей было ввезено, по-моему, за 10 месяцев в нашу страну. А автодилеры ввезли около 14 тысяч за 10 месяцев, ну то есть или там 15. Соответственно, мы предполагаем, что будет продано по итогам года около 20 тысяч новых автомобилей, в которых входят легковые и легкие коммерческие, а также производство Российской Федерации и иностранных брендов. Вот если говорить в целом. А насколько отличается ситуация на рынке коммерческой техники? Рынок коммерческой техники показывает устойчивый рост. Мы предполагали такое развитие событий, потому что НДС для юридических лиц не так болезненен, потому что они все практически платят этот НДС. В этой связи хотелось бы отметить успехи российского автопрома, лидером которого в коммерческом сегменте является ГАЗ. И он, вероятно, в этом году будет лидером по продажам в силу ценового преимущества, отсутствия таможенных, пошлин и так далее. Не могу не спросить, вот будущий хоккейный, так сказать, год для Беларуси, да, когда к нам будет чемпионат мира, ходят устойчивые слухи, что к этому времени будут меняться маршрутные такси в Минске. Поменяются и якобы обсуждается с кем-то из поставщиков пассажирских, пассажирского микроавтобусов какая-то возможность сотрудничества с государством. Это так, не так? Я пока в таких слухах слышал весьма немного информации, не слышал о конкретных переговорах, но я знаю то, что автопарк маршрутных такси действительно нуждается в переоснащении. И мы не исключаем того, что в следующем году у нас будут какие-то контракты на поставку маршрутных такси в нашу страну. И я считаю, что рынок продаж микроавтобусов этого класса очень большой. Это несколько сотен автомобилей как минимум в год необходимо будет обменивать, ну грубо говоря, обновлять. И мы считаем, что если государство здесь будет участвовать в качестве какого-то стимулятора, может быть какие-то послабления будут сделаны для операторов-перевозчиков, возможности лизинга могут быть упрощены для них. Я считаю, что в данном случае вполне вероятно такое развитие событий. Вы сказали, что лидером на рынке коммерческой техники по итогам года, видимо, окажется ЗИЛ. ГАЗ. ГАЗ, ГАЗ, ГАЗ. А кого называли бы самым успешным игроком рынка легковых автомобилей в 2012? Самым успешным оператором рынка легковой техники, вероятнее всего, будет АвтоВАЗ. То есть автомобилей этого бренда будет везено и продано большее количество. Мы итоги будем подводить в январе, но на сегодня видно, что из всех брендов российский бренд получит большее количество, потому что опять-таки это ценовое преимущество, отсутствие таможенных пошлин и так далее. Тем не менее, можно сказать, что основным драйвером роста продаж АвтоВАЗа были юридические лица, в силу того, что физлица в этом году, это факт, характеристика этого года, физлица в этом году были менее активны, чем ранее. И в этом году у многих автодилеров, у которых продажи физлицам доминировали ранее, они получили стагнацию, либо даже падение продаж. Вот такая ситуация. Появление пробной модели белорусского автомобиля в будущем году каким-то образом отразится на положении дел уже существующих игроков. Может ли стать белорусский производитель и белорусский автомобиль конкурентом? Вы знаете, белорусский автомобиль может стать конкурентом лишь только тогда, когда у него будет оптимальное сочетание цены и качества. И производитель и продавец этой модели приложат усилия для продвижения этого бренда на этом рынке. Если будут выполнены эти условия, машина будет популярна. На сегодня мы не можем говорить о том, какова будет цена и качество выводимых моделей белорусского производства. Поэтому нам нужно, наверное, подождать. Я лишь могу сказать следующее, что модели белорусского производства будут в первую очередь приобретаться государственными предприятиями и стимулироваться к продаже государственными предприятиями. Это и понятно в интересах государства. — Вас, как председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации, не приглашали на тест-драйв пробную? — Пока еще не приглашали. Надеюсь, пригласят. Потому как мы знаем о планах продаж предварительных, вернее даже не о цифрах, о том, что в следующем году реально на рынок будут предложены некоторые варианты китайских брендов. — А насколько Вы оцените успешность китайских брендов вообще вот сейчас, на данный момент? Насколько китайские автомобили потеснили, скажем так, европейские, ну, будем говорить о европейских, да? — Ну, если говорить про наш рынок, на сегодня китайские автомобили — это меньше 2% рынка. Это очень мало. Тем более, что рынок наш небольшой. Поэтому я всячески желаю успехов игрокам, представляющим китайские автомобили у нас в стране. И говорю о том, что вот те факторы, о которых я упомянул ранее, должны быть выполнены для того, чтобы эта доля выросла. К слову сказать, в России эта доля еще меньше. — А вот скажите, а вот если говорить уже не о китайских, а о российских автомобилях российской сборки, давайте вот, а как россияне испортили ли они нам рынок, да? Или, скажем там, не нам, а автодилерам, да? — То есть, потому что покупатель-то по итогу выигрывает, цена в российские автомобили, собранных в России, как правило, ниже. — Да. На самом деле, российские автомобили, будем сейчас их делить на две части. Российские автомобили российских брендов, российские автомобили иностранных брендов. Хочу сказать следующее. Все вместе, и те, и другие, действительно доминируют сегодня на рынке. Можно сказать о том, что это больше, наверное, половины продаж всех автодилеров. — Вот это вот производство российское действительно стало востребованным после всех известных событий по таможенному союзу, отмены льгот по НДС и поднятию таможенных пошлин. — Из них бренды, произведенные в Российской Федерации иностранного производства, все-таки больше, чем российских. — Автоваз, например. Автоваз, УАЗ. И мы говорим о том, что это тенденции в России заметны. То есть, локальное производство Российской Федерации сегодня показывает прирост иностранных брендов и стагнацию либо падение производства и продаж автоваза в целом. И мне кажется, эта тенденция со временем будет и у нас. — Уважаемые коллеги по эфиру, прежде чем продолжить наш разговор, рада приветствовать того, кто дозвонился к нам, пытаясь получить вот этот абонемент на мойку от сети АЗС-А100. — Добрый день. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Зовут Евгений меня. — Очень приятно, Евгений. Вы автолюбитель? — Да. — Правила дорожного движения давно изучали? Давно ли за рулем? — Ну, года четыре назад изучал. Надеюсь, что помню. — Ну, тогда давайте попробуем в борьбе вот за этот абонемент ответить на вопрос, что подразумевается под созданием аварийной остановки на дороге. — Обстановки, я так понимаю. — Да. Обстановки на дороге. — Аварийная остановка? — Да. — Всё чётко исправил должно быть. — Именно как правило сказано? — Ну, можно не цитировать, но, по крайней мере, точно объяснить. — Ну... — Вот вы ругаетесь, если кто-то себя как-то повёл не так. — Так, ну, аварийная остановка, прежде всего. — Обстановка, я прошу заметить, остановка, но обстановка. — Она включается при дорожно-транспортном происшествии, либо при вынужденной остановке самого транспортного средства на проезжей части дороги и в местах, где остановка запрещена. — Евгений, 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 я прошу уточнить, что мы ведём речь не об остановке, но об установке. — То есть, аварийное положение дел на дороге, оно какое? — Когда? Да, какое, когда? — Подождите, когда именно включается знак аварийной остановки? — Нет-нет-нет, речь не о включении знака аварийной остановки, не об остановке. Добавляем после буквы О букву Б и получаем обстановку. — А, аварийная обстановка? — Да. — Так, ну, то есть, что именно подразумевается под этим понятием? — Да, именно так. Вопрос в этом. — Ну, я думаю, пересечение, не уступление дороги другим движущимся транспортным средствам при условии, что стоит знак, что должен участник дорожного движения непосредственно уступить дорогу. То есть, я заставил другое транспортное средство увеличить скорость, снизить скорость, остановиться совсем. Также не пропуск, может быть, пешеходов. — Я должна сказать, Евгений, что вы не зря ходили в автошколу и практически дословно помните это определение. Я поздравляю вас. Оставьте, пожалуйста, ваш контактный номер нашему редактору и мы расскажем, как получить первый разыгранный сегодня абонемент на автомойку от сети АЗС А100. Спасибо большое за звонок. А мы продолжаем наш автомарафон. Сергеем Евгеньевичем Михневичем, председателем управления Белорусской автомобильной ассоциации. И мой вопрос следующий как раз о клиентах, о потребителях. А стали ли они более капризными? Наши клиенты? Конечно. Вы знаете, я бы не говорил о какой-то тенденции, стали они капризны или нет. Мне кажется, что мы наконец-то начинаем приучать клиентов к более высокому качеству обслуживания. И, соответственно, у клиентов растет, наверное, и растут ожидания от того сервиса, который они приходят. Я бы не назвал это капризностью клиента. Я считаю, что клиент вправе за свои деньги требовать качественный сервис. Кто-то может это называть капризностью, а я считаю, что это будет требовательность. И мне кажется, что в данной ситуации наши клиенты действительно становятся все более требовательны к качеству. И это, в принципе, правильно. Потому что приученные ранее гаражному сервису, наши клиенты, как правило, были приучены к тому, что их могли кинуть, их могли обмануть. И они никуда не могли пожаловаться. Слава Богу, что у нас идет некое оздоровление тут ситуации. Мы нашли очень хороший вариант сотрудничества с министерствами в рамках ассоциации. И получили с их стороны понимание по поддержке официально работающих автосервисов, по пропагандированию преимуществ обслуживания в официальных автосервисах. И нас, со своей стороны, это не пугает капризность или требовательность клиентов. Она, наоборот, стимулирует быть лучше. И те автоцентры, которые адекватно этой тенденции делают изменения в своем бизнесе, соответственно, ориентируясь на клиента, они и будут доминировать на рынке в ближайшее время. Можно я вас хотел уточнить? То есть вы разбаловали клиентов настолько, что белорусы теперь уже вряд ли отличаются от жителей Германии, России по уровню претензий, да? Я могу сказать следующее, что уже у нас в стране есть станции, и они не единичны, которые предоставляют качественный европейский сервис. К сожалению, у наших потребителей такое восприятие еще не совсем сформировано. И вот наша задача донести до клиентов, что мы работаем профессионально, наши цены не выше, чем они за рубежом, а то и ниже. И мы, главное, делаем работу не менее качественно, чем они могут получить ее в Литве, в Польше, в Германии. Хотя, конечно, найдутся всегда случаи, когда кто-то оказался обиженным, к сожалению, такое бывает. И претензии в адрес официальных автосервисов, конечно же, есть. И они будут всегда. Важно другое. По аналитике, допустим, холдинга «Атлант М», или в частности, делецкой сети «Фольксваген», количество довольных клиентов, оставляющих свои отзывы в электронной книге отзывов, которая есть у нас, она больше 95%. То есть, менее 5% есть недовольные, либо чем-то жалующиеся, на что мы обязательно реагируем. Скажите, а исчерпали ли вы аргументы для привлечения новых клиентов? Вот знаете, как, вот столько лет, все скидки, скидки, одни скидки, а дальше что? Как люди-то уже, наверное, не реагируют уже на это? На самом деле, инструментов привлечения клиентов может быть очень много. И говорить о том, что мы их исчерпали, это очень прометчиво. Мне кажется, что они будут всегда, потенциал прироста этих инструментов, он будет всегда. Хочу сказать следующее, что сегодня, кроме скидок, которых действительно сегодня предлагают практически все операторы автомобильного рынка, особенно в преддверии Нового года, по силу ряда причин, о них позже, я уверен в том, что многие автоцентры различных брендов стараются привлечь клиентов иными способами. Это какие-то подарки, это какие-то услуги, например, как аэросервис. А что это значит? Один из автоцентров Volkswagen, Атланты М-Восток, реализует услугу аэросервиса. Клиент приезжает, оставляет машину на автоцентре, его завозят в аэропорт, потом встречают, привозят в аэропорт. И его машину запускают. Вот я! За это время можно автомобиль отремонтировать, провести ТО и так далее. То есть это очень удобно и так далее. Вводятся услуги хранения зимних шин, ну или летних. И масса, 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 можно очень долго разговаривать, потому что опыт подобного привлечения в мире очень широк. И мы стараемся сегодня применить его. А интернет-магазин? Вот интернет-магазин и возможность собрать автомобиль, не выходя из дома. На самом деле, мы, в частности, автоцентры Volkswagen сегодня готовят конфигуратор, который будет представлен на сайтах через год, в ближайший год. Без конфигуратора говорить об интернет-продаже очень сложно. Поэтому я немножко скептически отношусь к перспективе продаж через интернет. Хотя, вероятно, со временем это мнение поменяется. Потому что мое убеждение, что продавать машину слепую, либо покупать машину слепую через интернет, это весьма проведчивый шаг. Потому что во всех технологиях продаж автомобиля обязательно существует физическая презентация автомобиля, драйв-тест и так далее, что не всегда сделаешь по виртуальному каналу. Но все же, может быть, изменились каналы коммуникации с покупателями? Меньше стало вообще-то автомобильных билбордов, уж не знаю, как с телерекламой. Но, может быть, автодилеры решили наступать на клиентов через интернет? Вот это абсолютно вы правы. И общие мировые тренды говорят о том, что все каналы коммуникации переходят в цифру. То есть это интернет, это, в частности, социальные сети, это мобильные приложения, это e-mail и так далее. Поэтому мы говорим о том, что все каналы коммуникации на сегодня, вот наши последние опросы потребительских предпочтений, говорят о том, что классические каналы коммуникации пресса сегодня вообще снивелированы до минимальных, менее 4% по нашему опросу, называют канал коммуникации, по которому он получает информацию. Это печатное издание. Более-менее интернет набирает позиции, и уже, по-моему, 20 до 30% респондентов говорят о том, что основная информация по рекламе смотрится в интернете. Падают позиции телевидения, хотя они пока еще лидирующие, и немножко растет радио. Ну, то есть, вот, грубо говоря, вот эти каналы коммуникации, кроме интернета, сегодня нами рассматривают, ну и наружная реклама, в общем-то, на каком-то среднем уровне, там, 15-20%. Но мы абсолютно уверены в том, что в ближайшие годы тренд роста важности интернета и всего цифрового, как говорится, всех цифровых вариантов каналов коммуникации будет просто обгонять все имеющиеся. Сергей Евгеньевич, а что будет в следующем году? Рынок уже пережил кризис, подросли, машин уже, ну, машин действительно много, да, даже в столице это ощущается очень сильно. Вот, и людям уже, тем более, помните, была ситуация, когда человеку было выбор, либо машину, либо квартиру. Сейчас вообще разговор о квартире не идет, значит, только машину. Что будет дальше? Вы знаете, я бы еще добавил, зарплата выросла, да, средняя по стране. На самом деле, действительно, происходит такой парадоксальный факт, который для нас, допустим, вот, игроков автомобильного рынка вводит некий ступор. Подобные прогнозирования нашего рынка каждый год натыкаются на какие-то непредвиденные факты. Иногда ожидаемые, иногда даже неожидаемые. Поэтому прогнозировать автомобильный рынок в Белоруссии, это что-то из разряда эзотерики. Гадание на кофейной гуще. Да, гадание на кофейной гуще. Тем не менее, по нашему мнению, все мыслимые и немыслимые форс-мажоры, по-моему, уже позади. Все, что можно, уже подняли и налоги, и таможню, и так далее. Нам очень хотелось бы, чтобы подобные ситуации, которые сложились в 2011 году, тоже не повторялись в экономике. Потому что это тоже очень важно. Поэтому мы сегодня находимся в такой ситуации, когда рынок вошел в какое-то равновесие. Я сказал, он не сильно прирос к предыдущему году. И он готовится расти, потому что потенциал прироста продаж новых автомобилей в Беларуси, несомненно, высок. Он в разы больше, чем сегодняшний рынок. Тем более, хочу сказать, что действительно Беларусь, это самая развитая по автомобилизации страна в СНГ. Она даже обогнала Россию. Последняя информация Минторга. Больше трех миллионов автомобилей во владении, в личном владении у наших граждан. Это почти 280 машин на человека. Еще одна информация. Уже в семье не менее одного автомобиля, у некоторых и более. То есть, это уже говорит о том, что мы достаточно продвинутые в автомобильном плане нация. И вот, исходя из этого, я и говорю о том, что потенциал очень большой. Что сдерживает рост? Сдерживает рост экономические возможности, покупательская способность населения. Это будет влиять и в следующем году на наши продажи. Несомненно, самым важным фактором на сегодня, который сдерживает и, по сути, замораживает наши продажи, это отсутствие автокредитования. То есть, драконовские ставки кредитов, отсутствие валютного кредитования для физлиц, или отсутствие валютного лизинга, допустим, для физлиц, они, несомненно, сдерживают эти покупки. Поэтому стабилизация на финансовом рынке, стабилизация с точки зрения банковской сферы государства, уменьшение процентных ставок будет стимулировать и спрос, и продажи новых автомобилей. Потому что поддержанные машины возить сегодня менее выгодно, практически, как я сказал, этот воз очень серьезно сократился, на что была нацелена, в общем-то, тарифная политика таможенного союза. Поэтому машины, несомненно, будут устаревать, и спросное новое будет расти. Поэтому мы смотрим, резюмируя все сказанное, на следующий год с оптимизмом. Мы надеемся на то, что рынок прирастет не менее чем на 20%, и дай бог всем автодилерам ввести и продать 24-25 тысяч автомобилей. Ну, это будет очень здорово, если так все произойдет. Спасибо вам большое, Сергей Евгеньевич, за то, что пришли к нам. Напоминаю, что нашим вторым гостем в «Автомарафоне» стал Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации. Наш сегодняшний эфирный проект называется «Автомарафон.Тут». Наш партнер – компания «Фольксваген». Компания «Фольксваген» в партнерстве с лизинговой компанией «Рисобел Лизинг» разработали беспрецедентное предложение на рынке лизинговых услуг. Лизинговая ставка 0%. Условия лизинговой сделки очень просты. Срок лизинга – один год. Лизинговая ставка – 0%, как я уже сказала. Авансовый платеж – 40% от стоимости автомобиля и отсутствие всяких комиссий. Подробности у официальных дилеров на сайте «Фольксваген» и на сайте лизинговой компании «Рисобел Лизинг». Мы делаем паузу сейчас в «Автомарафоне», чтобы встретить следующего гостя – Дню жестянщика. Будет посвящен наш разговор в следующие полчаса. Оставайтесь с нами. ВОЛГСВАГЕН Das Auto